Как-то раз, в самый обыкновенный собачий день на каникулах у бабушки, он увидел ее. Ее шелковистая шерсть разлеталась на ветру, а когда она шла в его сторону, в мире становилось тесно. Софи тогда спросила его. Видьма красивая, да, Эйвен? Почему он так всегда против нее? Почему я против нее? Эйвен, ты что, влюбился что ли? Что? Потому так ведешь себя с ней? Хватит мне тут всякие глупости говорить. Все ясно, Эйвен. Да ладно, Эйвен. Нет, нет, отстаньте от меня. Ага, Эйвен, все ясно, что-то. Видьма, мне кажется, ты нравишься Эйвен. Софи, лучше вспомни то ли это. С тех пор, что бы он ни говорил и как бы он ни отрицал, собака со странным именем ведьма не давала ему покоя. Пока все спали, он украдкой любовался ей. Ее необычной фигурой, ее длинными ногами, шеей и грациозной мордой. И как-то раз она почувствовала взгляд, проснулась и спросила его. Эйвен, ты что, смотришь на меня? А что? Глупости какие. А иногда он вспоминал те летние дни, когда был груб с ней и сожалел об этом. Иди отсюда, ведьма. Груби я. Видьма, отстань. Груби я. Тогда он еще не хотел признавать свои чувства и не обращал на нее внимания. Когда она проходила мимо, он был занят игрой с Софи, а сейчас он вспоминал. Порой она тоже хотела поиграть с нами, и может быть тогда у нее были ко мне чувства. Но тогда Эйвен не играл с ней и чаще всего просто игнорировал ее. Эйвен, давай поиграем. Отстань, ведьма. Эйвен, ну давай. Видишь, я занят. А чем ты занят? Ну точно не игрой с тобой. Ну давай, Эйвен. Раз, два, три. Я убегаю, а ты догоняешься. Эйвен, раз, два, давай. Да отстань, ведьма, отстань. Я сказала, иди вообще отсюда. Я тоже хочу с вами играть. Давай набери гонки. Да не айвен. Давайте я вас догоню. Ты слишком большая. Большая? Ну ладно. Давайте играть со мной. Софи, не играй с ней. Уху, кого я сейчас догоню. Вот что? Ты не видишь, что это маленький собак. Ну пожалуйста. Уху, поиграйте тоже со мной. Вау. Федьма, да уйди ты. Ладно, я просто хотела. Уйди, ведьма. Софи, давай играть. Ну давай, Софи. Эйвен сказал не играть с тобой, ведьма. Извини, пожалуйста. Я побежал. Ну Софи, давай. Извини, ведьма. Извини, пока. Давай, Софи. Ладно, что ж поделаешь. А еще, с грустью в сердце, он вспоминал тот день, когда ведьма сама подошла к нему и сказала. Эйвен, мне кажется, кажется, что ты... Вот она моя палочка. Что ты мне нравишься. Моя супер палочка. Ладно. Так что ты там говорила? Да нет, ничего. Ну ладно, давай пока. Он пробовал обратить свои чувства на других собак, но ведь сердцу не прикажешь. Его душа страдала о ней. Как же она прекрасна, моя волшебная королева. Что она собирается делать? Эм, и даже это она делает прекрасно. Несмотря ни на что, она относилась к нему хорошо. И в день рождения Софи даже разрешила полежать с ней. Надо было нам втроем справлять день рождения. Да, ведьма. Софи, я и ты. Да? Спи, Эйвен. Ладно. А собаки дразнили его. Софи, а Эйвен влюблен в ведьму, да? Да ну тебе, Хара, я же пошутил. Да? Да-да-да. Ну и шиточки у тебя, Софи. Вы дураки все. Да, вы дураки все. Хватит над моим братом подшутить. Эйвен, ты синистся. Да ладно, что ты, Эйвен. Привет. Это неправда. Даже если так, ну и что. Я пошел от вас всех. Эйвен, там ведьма. Эйвен, ты не пообщайся. Тим-ти-ти, астан. А что я ей скажу? Ладно, привет, ведьма. Привет, Эйвен. Какой снег. Ты что, ты хотел сказать? Да нет, я... Скажи комплимент. Отстань, ведьма, вообще. Грубиян. Я не это хотел сказать. Да иди ты, Эйвен. Ну блин. Эйвен действительно не силен в комплиментах. Ведь он никогда не влюблялся в жизни по-настоящему. Но сейчас... А ты ей сказать, что сказать? Да скажи ты уже, что ты ее любишь. Нет, что люблю, я не скажу. Я нашел в один комментарий видео. Я скажу его точно. Ох, хорошо тут дома. Эйвен, не будь дураком. Скажи ей что-нибудь приятное. А я уже сказал как-то комплимент. Нет, только не такой. Девушек нужно любить. И подарки дарить, и брить приятные слова. Ээээ, я не знаю, что сказать. Делать им сюрпризы. Кормить вкусно. Обнимать их и целовать. Шмок-шмок, стать им настоящим другом. От тебя, маленький. Птица, отстань. Я же не девочка, отстань, птица. Я тоже не девочка. А можно еще наряды красивые там дарить? Ладно, я пошел, скажу ей. Ой, главное, чтобы не фигню. Давай, Ивасик. Видимо, привет. Привет, Эйвен. Видимо, ты похожа на дроида. У тебя все такое длинное. Лапы, морда и хвост. О, боже, Эйвен, я прошла. А что оно такое есть? На дроида? Спасибо, Эйвен. Извини, мне пора. Ха, на дроида? Да. Она похожа на дроида. Да, уже Эйвен. Ох, Эйвен, на дроида, блин. Эйвен, иди к ней. Ну вот, в один прекрасный день он решился. Эйвен, что ты делаешь? Я пытаюсь куда-нибудь тут сесть, как бы, ну, как бы рядом с тобой. Эйвен, сядь поближе ко мне просто. Ладно, ну вот как бы... Эйвен, ты такой хороший. О, боже. Ты красивый мальчик. Просто ты стеснительный. Я не стеснительный. Ладно, ладно, ты не стеснительный. Видимо, а я тебе это, нравлюсь? Ну, любезный. Любезный? Эйвен, ты что, ревнуешь? Ну, вы как бы подходите друг к другу, помнишь, летом. Любезный, зайка мой хороший. Спасибо, ведьмочка. Мне кажется, ты уже проверял этот факт. Я? Когда? Любезный, привет. София, сплю, иди погуляй. Да, сейчас пойду, я только хотела кое-что у тебя спросить. Ну что? А у вас с ведьмой есть какие-то отношения? Ну, в смысле, вы встречаетесь? Ну, это парень с девушкой, там, ну ты понимаешь. Ну, просто очень близкие друзья, как брат с сестрой, как вы с Эйвеном. Все, идите. То есть у вас нет там любовных штук всяких, да? Да, да. О, круто, спасибо, я пошла. Это был не я. Понятно. Как хорошо тут с тобой, ведьма. Я рада, что тебе хорошо. Ты что, собираешься меня поцеловать? Нет, Эйвен, дурачок, я просто нюхаю тебя. Я хотел тебе сказать, что... Что? Я это хотел сказать. Что? Ээээ, а ты знала, что в среднем сто двуногих ежегодно гибнут, подавившись шариковой ручкой. Ммм. Друзья, если вы хотите, чтобы Эйвен наконец-то пригласил ведьму на свидание, давайте соберем этому видео много лайков. И обязательно напишите в комментариях, в каком виде, как вы думаете, должно проходить это свидание. Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Ага. Субтитры подогнал «Симон»!